Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу ИПЛА, у нас Йота выделит 10 миллионов долларов на токенизацию торговой стартапы. Да, это пока что небольшие суммы, но, как мы понимаем, что у нас фонд Йота, помните, объединялся с Дубаями, да, с Эмиратами в частности, и, как мы понимаем, вот это я сказал, ну, конечно, вы поняли, наоборот. И, соответственно, вот этот памп, когда был, как раз-таки вот эти новости подогнали на вот этом росте в 2,5Х, сказали, что, ребята, Йота это гем, это джем, понимаете, это гем, это чуть ли не варенье, да. Что надо закупаться, вдруг, внезапно, после того, как она вышла из этого нисходящего торгольника, и вот она выделит 10 лямов на токенизацию торговой стартапы. Ну, и, по сути, как мы понимаем, что, естественно, эти новости были подогнаны постфактум, и все блогерки, хомячки такие, типа, а, ну да, Йота все-таки перспективный проект, она, типа, с Эмиратами сотрудничает, поэтому пора покупать. Да, то есть до этого не покупалось, не покупалось в этом нисходящем канале, как только монета дала 2,5Х, они вышли и говорят, о, так, мы же получили подтверждение. Да что вы говорите, так я и говорю, что эти подтверждения будут на росте, и будут на бычьем рынке, будут выходить различные партнерства специально, чтобы вам подогнать позитиву, и оправдать движение, чтобы вы заходили и думали, а, ну, да, действительно, цена подросла из-за этого. Да не из-за этого она подросла, цена подросла, потому что так решили киты, вот и все. Потому что были ликвидированы шарты, потому что многие в эту монету не верили, это первое. Ну и второе, естественно, на жадности толпа начала покупать, ланговать и так далее. Поэтому Йота постепенно выходит из накопления, как мы видим, здесь такой V-образный выход, и после которого обычно шло продолжение тренда. Ну и, в принципе, как я и предупреждал, что вот этот новым хер дадут лето-осени 23-го года, поэтому довольствоваться можно было тем, что давали, то есть, коррекция 50%, стандартная, то есть, я предупреждал, обычно идет памп на 2-2,5 максимум ТХ, ну, бывает чуть больше, но в среднем где-то это 2 ТХ, да, ну, давайте 2,5, 2,5 Х, после этого откат на 40-50%, ну, и потом дальнейшее обновление хайов. А большинство так будет сидеть ждать вот эти отметки, потому что они надеются, типа, увидели рост постфакта, думают, что наибудь систему, да, и перезайдут. Ну да, конечно, вот, то есть, они тут купили, тут фиксанули, мне даже люди писали, что они фиксировались, да, а потом говорят, а дадут ли вот эти отметки? То есть, они сначала фиксанулись, а потом меня решили спросить, я говорю, нет, не дадут. Ну и по итогу, конечно же, не дали, и, как мы понимаем, что, как говорится, крути педали, пока не дали. И здесь, получается, дали минус 45% коррекцию, и потом мы уже восстановились. Поэтому, ну, вот так оно и работает. То есть, люди сидят ждут, потом будут выцеживать вот эти отметки, их не дадут, ну, и потом монета улетает. Они потом понимают, что никакого коррекции уже не будет, и потом, соответственно, залетают где? На хаях, вот и все, потому что у них срабатывает фома. Далее у нас, получается, короче, нас дальше там пугают вот этими разлоками, что сейчас играет роль превращение XRP в глобальную озерную валюту, типа escrow счет вот этот, ну и, по сути, так оно и есть, я думаю, то, что у нас XRP будет этой валютой, но, опять же, и промежуточной нужно иметь в виду. Далее, следующая новость, то, что у нас юридические документы утверждают, что Apple использовала торговых ботов. Блядь, ну, эту новость мы слышали еще хер знает когда, давайте глянем, когда же. Еще практически сколько там, две недели назад была эта новость, даже три, наверное, ну да, две недели где-то примерно. Apple не манипулирует курсом XRP с помощью торговых ботов, и мы это слышали, и, соответственно, у нас это Дэвид Шварц говорит, выдвинутое обвинение сбивает меня с толку, какую цель мы преследуем, манипулируя курсом. Да даже если так и было или не было, неважно, абсолютно, то есть эта новость специально был вброс еще 18 февраля. Но давайте откроем, где интересы 18 февраля, и какая цена была тогда. Тогда была цена как раз-таки на коррекции, вот 18 февраля, вот здесь вышла эта новость, немножко цена откатилась. То есть, естественно, многие ждали обратно 50 центов, но хуй там плавало, и, естественно, мы попидорили дальше наверх. Поэтому это все специально делаются вбросы для того, чтобы вы не покупали. И новость эта опять выходит вчера, и мне уже в личку даже подписчики писали, говорят, Саня, что ты по этому поводу думаешь? Ребят, это новость двухнедельной давности, это специально манипуляция, чтобы вы, естественно, все продали. И вы заметили, куда-то пропали новости про взлом кошелька Криса Ларсона. Там сколько взломали? Там на 100, 118 миллионов, по-моему, что-то такое. И по итогу там что? Или 180? И что? Ну, и по итогу, когда эти новости были? Вот здесь, да. То есть, и вот тут они сказали, что все нормально, они вернули средства через пару дней, и цена развернулась. Даже подсказку дали, понимаете, подсказку даже дали. Вот здесь, по-моему, когда уже разворот начался, то ли 7-го, то ли 8-го числа, может даже 9-го. Ну, короче, неважно, вот эти три дня вышла новость, что все-таки нормально все, и цена пошла наверх. Но многие не поверили, были окутаны этой паникой. Ну, и по итогу, они, естественно, распродали, скорее всего, свои XRP. Ну, какова и была цель китов, да. Бывший директор Ripple заявил, что федеральное правительство якобы у нас подавляет цену и предлагает решение. Ну, и, по сути, говорит, что призывает криптовалют голосовать за Дитона в выборах, да, Сенат. Ну, и, по сути, Дитон говорил, что он, может быть, будет баллотироваться. Ну, и говорит, что у нас в Wall Street и Big Tech падает, а криптовалюта стремительно растет. Ну, то есть, о чем речь, да, у нас банки продолжают падать, а криптовалюта на этом фоне растет. И у нас тоже золото в моменте там что-то падало, ну, а сейчас рост продолжается. И говорят, что, типа, BX идет вперед, XRP подавляется, ну, и они выбирают победителей и проигравших. Ну, опять-таки, это все гонево для того, чтобы, ну, толпа продавала, якобы цена у нас будет дальше дампиться. Далее у нас минимальная цель по XRP это 14 долларов, приближающиеся закрытие ежемесячной свечи поглощения. Ну, мне до сих пор в комментах продолжают, у меня ощущение такое, что это боты пишут, типа, XRP это говно, XRP это скам, параш, зачем ее покупать-то, он не растет там и так далее. Типа, ждать миллиард лет, чтобы он там дал 10 иксов. Ребят, ну, понимаете, представьте, XRP даст нам 100 иксов, допустим, да, то есть он даст не 6 долларов, а 60. И как большинство просто хереют и, ну, допустим, это будет в 25-м году на пике Балрана, ну, просто представьте, да, как он давал, допустим, в 17-м году. И он сделает не то, что перехарит 21-го, 17-го года, он сделает, ну, да, не то, что перехарит 21-го, еще и 17-го года и просто улетит в стратосферу. Ну, естественно, многие в это могут сейчас не поверить, поржать, ну, потом они успешно так же поржут, когда они будут закладывать хаты, брать кредиты, чтобы купить XRP на хаях. Ну, я условно говорю, я не знаю, сколько будет XRP, будет сколько будет, если будет даже 3-баксы, мне с головой хватит. И, как мы понимаем, что действительно многие люди и писали в комментах, и я читал, и я вам могу показать по поводу того, ну, и мне скажут, а в XRP не залетят люди, да, что вы, ну, сейчас покажу. Вот мне скинул подписчик, ну, если вкратце, короче, он говорил 20-ти плюс человек по поводу того, что покупайте, ребята, и даже давал бесплатные рекомендации, то есть затишье в рынке, в рынке на дне по альтам, и, получается, из 20 человек никто не купил. Вот сейчас буквально все пишут, кого я знаю, даже их друзья, а как купить крипту, а еще не поздно купить биток и так далее. Один вообще сказал, что когда увидел рост битка, продал квартиру, взял кредит на 500 тысяч и хочет купить крипты, вдумайтесь, да, то есть. И до этого, ну, я сколько ему не предлагал, как всегда слышал ответ, денег нет, сейчас не лучшее время, ой, да крипта это скам, вот такой писец, я честно не верил, что большинство людей такие стадные животные. Ну, как я говорил, что большинство людишек, в принципе, большим умом не обладают, и это очевидно, и потом мне говорят, Саня, ты слишком категоричен по поводу большинства людей, по поводу 99% не может такого быть, то ты с такими общаешься. Ну, да, ну, то есть, опять же-таки, как мы наблюдаем, большинство людей, к сожалению, вот так вот мыслят и действуют, исходя из своих эмоций. И то же самое будет с XRP, то же самое абсолютно, поэтому не надо мне рассказывать, что, типа, люди не залетят. Ребят, мне говорили по 30-60 центов, что я, долбоеб, советую скам. Потом XRP взлетел до 2 баксов, мне сказали, ой, а еще не поздно купить, Сань, да, ты был прав все-таки. То есть, нихуя не меняется, ребят, 21-й год, та же самая ситуация была. Поэтому уровень 14-ти долларов, приближающееся закрытие месячной свечи, ну, судя по всему, наверное, тут модель будет говорить, что повторяется с 17-го года. Отскок от многолетней линии тренда создал ежемесячное закрытие поглощающей свечи. Ну, да, конечно же, вот у нас закономерность 17-го года. Ну, то есть, уже наперед эти новости, можно предсказывать, что там написано. Далее у нас акции партнера Apple Acceler, ну, не акции, а, скорее всего, самого монета, не знаю, почему они написали акции, взлетели на 81%. Давайте глянем на английском как-то, партнер Acceler Sky Rockets, а, ну, там акции даже не было такого написано. Вот, и, по сути, я так понимаю, на Binance залистили данную монету, давайте же зайдем, глянем. Да, действительно, залистили Acceler, тот же самый, он подлетел, и данная монета вполне может себя показать. И если вы ее сейчас закупаете, конечно, это рисковая тема. Ну, давайте ради интереса посмотрим. По-моему, она рост уже дала, насколько я помню, да. Это, то есть, вот она Sky Rocket, вот этот показала. То есть, сейчас закупать на хаях, когда она дала зна в моменте, там, около 8х, здесь она дает 6.5 сейчас. Ну, то есть, естественно, на этом пампе нету. Да, ее залистили на Binance, да, это все зашибись, это круто. Но, по факту, заходить на пиковых отметках, вероятнее всего, будет какая-то коррекция, ну, минимум в 30, а то и 50%. Поэтому, нахер надо сейчас это делать. И, да, они запартнерились, мы понимаем, что с тем же Binance, да, то есть, что залистили. И плюс запартнерилась с Ripple. Ну, и, как мы понимаем, Axel, по-моему, тот же CBDC. Если вы холдите данную монету, холдите, но дождитесь коррекции. Сейчас залетать в нее не надо. Вот, по поводу 18 миллионов у нас, получается, были переведены на корейские биржи, да, и покинули даже крупнейшую корейскую биржу, да, из-за стремительного роста цен. 18 миллионов XRP, и сколько это в долларах, это, получается, у нас почти 11 лимонов. Ну, и вывод с биржи намекает на стратегическое накопление или хранение активов на отдельных кошельках. Ну, и это говоря, что движение токенов на бирже обычно указывает на предрасположенность к продаже. То есть, киты продолжают накапливать. Те же южнокорейские биржи, и, да, я действительно могу это подтвердить, потому что я следил за кошельками, та же биржа Abit, по-моему, BitHump, они активно накапливают XRP, а это две южнокорейские биржи, поэтому тоже имейте это в виду. А Apple против всех ключевые даты, которые имеют значение. Ну, и давайте же глянем, какие же ключевые даты. У нас перенесли с 13 на 22 марта, потом с 12 на 22 апреля, и также был продлен до 6 мая, чтобы вы понимали. Поэтому, ну, и, как мы помним, еще до октября это все продлили 24 года, поэтому до октября будут, скорее всего, тянуть резину, ну, либо, когда XRP помпанется, хотя бы на доллар, они опять, может быть, скажут, что, типа, ребята, смотрите, мы там победили опять в суде, хотя это нихера будет не победа, и будет тянуть цену до 3 долларов, а потом скажут, что мы якобы победили SEC. Ну, либо наоборот будет. Ну, посмотрим, короче. JP Morgan у нас рассказывает, продолжает рассказывать сказки, что, типа, у нас XRP упадет, получается, до 42 тысяч до халвинга, да, или после, а, после халвинга. Вот, владельцам XRP подает, ну, то есть, толпе я рассказываю, что будет коррекция, но, естественно, ее не будет. Владельцам XRP подает крипталюту Evernote, вот так вот, да, и будет она называться EVR, тикер, как мы понимаем, что цифровые активы. Пользователям биржи Uphold, а Uphold, по-моему, это тоже южнокорейская биржа, то есть, и, которые хранили, как минимум, 1 XRP 1 сентября 23 года, за каждую монету, получается, переведут 2000 EVR, но не более, получается, 105 EVR в одни руки. Ну, то есть, опять же-таки, зависит от цены, но, как мы понимаем, что на данный момент стоимость составляет 22 цента, ну, то есть, это не так уж и много, соответственно, каждый получил по 23 доллара. Ну, по сути, это не так уж и много, EVR, давайте глянем, ну, пока что я не вижу, листинга никакого не было, судя по всему, может быть, на каких-то других биржах, либо фейк. Вот, секс использовал, говорит, что Apple использовала торговых ботов для манипулирования ценой, ну, то есть, опять же-таки, эти новости выходят, непонятно на хера, ну, вернее, понятно на хера, ну, непонятно, зачем повторно, но толпа и так схавал, то есть, это, почему... Ну, то есть, мне даже подписчики написали, вдумайтесь, о том, что Саня, там опять все, Apple, ты шо, все-таки хана, Apple, там они использовали манипулятивную эту... Блядь, ну, понимаете, человек услышал звон, не знает, где он, ну, либо невнимательно смотрел за моим каналом, что эта новость была еще две недели назад, когда цена была еще ниже в цене, да, на небольшом откате, как раз-таки эту новость подогнали, чтобы вы не купили, вот и все, и сейчас продолжают лить негатив, ну, подумайте, если действительно XRP, там, был бы скамом, или не хотели бы цену толкать в будущем наверх, на хера негативить в отношении этой монеты и говорить, что там суд, что там не делала перехай, что 6 лет не растет там, что там используют ботов, зачем этот FAT запускать в новости, зачем? С одной целью, что вы продали свои монеты, а киты успешно это выкупили, не для того, чтобы слить их вам, если бы они хотели слить, они лили только позитивные новости, что XRP будет миллион, миллиард, да, такие новости тоже есть и имеют место быть, но, как вы видите, когда цена была на донных значениях, около 50 центов, они почему-то не лили позитив, они лили негатив, что, типа, ребята, взломали кошелек Криса Лаксона, якобы, потом, хотя это выяснилось, что никакого взлома, по сути, как я понял, не было, потом Ripple манипулирует ценой, якобы, блядь, и так далее, хотя можно подумать, какой-то проект, типа, не манипулирует, да, тем же битком или еще чем-то, ну, в общем, вы поняли, поэтому тут дело за вами, как я уже сказал, хотите закупайтесь, хотите нет, но я эти монеты советовал, потом, когда они улетят, не надо меня спрашивать, а еще не поздно закупиться, хотя я понимаю, что все равно такие вопросы будут, и уже тот же Stellar отрос на 16%, с точки входа XRP там отрос на 20%, ну, дело ваше, опять же таки, закупить еще можно, еще пока не поздно, но вот XRP Хлотскерк тоже скорректировался, можно его добрать, если вы не успели, поэтому такие мысли, такие дела, по поводу XDC, кстати, постепенно он пытается выйти из этого накопления, поэтому тоже можно его еще добрать, всем удачи и всем пока!